Добрый день, коллеги! Сегодня я хочу вам показать пинжирчик, который попал ко мне года четыре-пять назад выкопанным небольшим корневым отростком из нашего района. Название, конечно, мне никто не сказал. Сказали, что двухворожайный, что очень обильный у него бывает первый урожай, но пока мне в этом убедиться не удалось. И даже со вторым урожаем в этом году как-то не очень. Ну, вроде бы, как будто есть. Вот сейчас покажу фиги. Вот фигушка, пожалуйста, есть тут у нас. Вот мелкая фигушка есть, видно хорошо. Здесь фигушки мы видим. Всё это на самых-самых кончиках побегов. Я так думаю, что, видимо, весной предстоит такая хорошая обрезка этого куста. То есть я буду укорачивать как минимум наполовину вот эти побеги. Сейчас я вам покажу. Вот видите, он такой пустой весь идёт, не облиственный. Вот он идёт, туда выходит скелет на ветке. И одна фигушка мелкая. То есть он явно непродуктивный. А со слов тех ребят, которые мне привезли, знакомые, это очень обильно плодоносящий урожайный сорт. Ну, сейчас непосредственно перейдём к фигам и к листьям. Листья на этом сорте, который у меня назван в честь того места, где этот кустик растёт. Это Гизель, наш район туапсинский. До сих пор мне не удалось определить настоящее имя, настоящее название этого сорта. И пока он условно меня числится как Гизель по месту населённого пункта. Это посёлок у нас на побережье в 10 километрах от Туапсы. Ну что ж, по листьям. Это трёх-пяти лопастные листья. Максимальный размер может быть до 30 сантиметров доходить. Ну, в среднем где-то сантиметров 20-25. Вот вы видите. Есть небольшая, присутствует листовая ржавчина. Страшного в этом ничего нет. У нас очень много железа в грунтах, почве. И повышенная влажность. Море рядом. Фактически, если по прямой, километр от моего участка. Как-нибудь сделаю пасмурную погоду видео, потому что днём солнышко мне мешает сделать хорошее видео. Ну и давайте посмотрим фигушку. Вот я срываю основного урожая. Сегодня уже с утра одну срывал, уносил на весы. Вот такую, видим, кожицу мягкую, нежную. Вот такой цвет фиги красивый очень. Вот, можете видеть. Светло-коричневый. Здесь вот, где солнца не было, зелёное. Ну и ломаем на регустацию. Вес фиги я уже, который утром срывал, взвесил. 80, по-моему, 2 грамма была. Ну, я думаю, так фиги по прошлым годам имеют здесь вес от 60 до 80 грамм. Первый год фиги здесь были, напоминали узбекские кувшинчики по форме. То есть очень длинная узкая шейка, вот здесь вот, которая идёт. А здесь вот мы видим уже, ну, практически грушообразная, почти плоская форма фиг основного урожая. Кстати, вот бреба на этом сорте никогда не опадает. Очень хорошо держится. Вот видим великолепные картинки мякоти. Ну и будем пробовать. Хотя первая фига, я так думаю, что на твёрдую чёрочку потянуло. Это немножечко вот более твёрдая. Я так думаю, что из сахаров может быть поменьше. Ну что ж, дегустируем. Отличный вкус, как и той фиги. Чуть поменьше сахаров, но твёрдая чёрка у этого сорта есть. Я его отправлял на обмен уже во многие страны, за рубеж. У меня с удовольствием черенки приобретают. Особенно хорошо идут в процессе обмена. Ну что ж, всем спасибо. До свидания.